Всем привет! Вы на канале AxlRage, меня зовут Иван, и сегодня я расскажу про Vampire Survivors. Игра вышла буквально недавно, 17 августа, на Nintendo Switch. До этого она выходила и на другие платформы, на мобильных телефонах она вообще бесплатная, поэтому можете скачать, попробовать, и если вам понравится так сильно игра, как мне, только после этого её уже и приобретать можете на Nintendo Switch. Хочу порекомендовать летсплей-канал на Дзене Околоигровой Серёга. Паренёк проходит такие крутые игры, как Uncharted, одни из нас, Jurassic World Evolution 2 и многие другие. Хорошая, уютная атмосфера вам гарантирована. Давайте поможем ему набрать первую сотню подписчиков. Ссылочку на канал Серёги я оставил в описании. Приобрёл я её в польском eShop за 18 злот, плюс взял сразу два дополнения, это ещё 15 злот. Итого, если на рубли переводить, обошлась мне где-то в 900 рублей, ну плюс-минус. Много это или мало, судить вам. Но если сравнивать с играми-эксклюзивами на Nintendo Switch, то это очень дёшево, 900 рублей. Ну это вообще даром халява, тем более для такой крутецкой игрушки, как Vampire Surveys. Но если брать в расчёт, что она бесплатная на мобильных телефонах, то вроде бы 900 рублей это грабёж и капец как много. Да, на мобилках она бесплатная, но пальцем тыкать вообще неудобно. Потому что на 360 градусов постоянно в движении нужно находиться. Это такая игра, выживалка, рогалик и волны врагов постоянно пытаются тебя съесть, со всех сторон зажать, уничтожить. Вы должны всегда маневрировать. И пальцем вы частенько себе перекрываете тупо обзор. Ну и возюкать пальцем тоже по экрану такое себе. Исправляет ситуацию подключённый по блютусу геймпад. И играть другое становится дело. Всё здорово, классно, супер, увлекательно, зашибись. Но тут ещё есть один такой минус. Играть вы будете только в вертикальном положении. В горизонтальном положении, к сожалению, невозможно поиграть на мобильных телефонах в неё. А охота взять Nintendo Switch с её большим экраном и в горизонтальном положении поиграть. Ну или на крайняк на телевизоре. На телефоне у вас только вертикалка. Это, я бы сказал, минус. Но здесь ещё один минус. Если вы играете на работе, когда у вас есть минутка, либо в дороге, то согласитесь, постоянно с собой таскать геймпад, подключать к телефону, это не совсем, я бы сказал, камильфо. Всё-таки мобильное устройство должно быть мобильным устройством, а не вот эти вот костыли там с геймпадами, с подключёнными и так далее. С клавиатурами там, с мышками. Это бред, по-моему. Нет, дома вы, конечно же, можете поиграть, сидя там, я не знаю, на кресле на мягком, да, и положить это всё, разложить на стол. Либо лёжа на диване, это играется, ну, куда ещё не шло. Но не в дороге, ребят, не в дороге. И Nintendo Switch в этом плане гораздо удобнее, потому что у вас широкий, здесь горизонтальный большой экран, у вас клавиш полно под пальцами, у вас два стика, и, кстати, можно также на Nintendo Switch играть с помощью сенсора, ну, то бишь, возить пальчиком. Но это не очень удобно, я попробовал полный отстой. Поэтому на Nintendo Switch играйте только с помощью стиков и клавиш. Vampire Survivors, это у нас такая классная выживалка, Рогалик Killer Time. Почему Killer Time? Да потому что вы садитесь буквально, думаете, на 15 минут, а потом смотрите на время, и уже 3 часа ночи, и вам надо вставать рано на работу, и только это и останавливает вас, чтобы лечь спать. Из похожих проектов была такая игрушка Crimson Land. О, классная игра была на самом деле. С огнестрельным оружием и также толпы врагов вас зажимают, вы отстреливаетесь. В общем, классная игра, рекомендую всем поиграть, если кто-то еще не сделал этого. Но здесь совсем другая тема. Здесь у нас Средневековье, здесь у нас магия, топоры, кресты, кнут даже есть, как в Касселвене, убийца вампиров. Поэтому всем тем, кому нравится Касселвене, я думаю, и понравится Vampire Survivors. Еще мне здесь понравилась эпичная классная музыка. Охота добавить в плейлист и потом слушать на досуге. Вначале у нас один персонаж, и особо нет никаких классных навыков, приемов и так далее. Отбиваемся от нечисти, получаем опыт. На этот опыт мы выбираем один из нескольких вариантов перков, усиливаем нашего персонажа, а также выпадают с врагов золотые монетки, ну и сундуков еще. После того, как проигрываем, выходим в главное меню. И там мы уже можем на заработанные монеты открыть новых персонажей, либо можем усилить нашего персонажа. То бишь перки, которые никуда не будут деваться, они будут усиливающими, они будут постоянными. Выполнив определенные задания на уровне, нам откроется доступ к новой локации. Новые уровни отличаются как визуально, так и по врагам, поэтому скучать точно не придется. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал, если по какой-то причине еще не сделали этого. Всем до новых встреч и смотрите Axel Rage. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова